Теперь шедевры классиков, хранятся в уютной библиотеке, кружки, культурная жизнь села Маруха проходит в комфортном новом ДК. Добраться до истины происшествия, даже когда нет ни малейшей зацепки, задача криминалистической службы Следственного комитета, которую они успешно выполняют уже 70 лет. Подвел итоги работы и отметил лучших сотрудников, крупнейший в России тепличный комбинат Южный, который обеспечивает томатами и огурцами не только нашу страну. Прошли отборы и представили спектакль «Сонг в летнюю ночь» артисты Русского театра драмы и комедии нашей Республики на Всероссийском театральном фестивале. Здравствуйте на телеканале Россия 24 вести Карачаева Черкесия. Главным символом празднования 200-летия Черкеска станет флаг победы. Об этом во время прямой линии сообщил глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. Следующий год особенный для нашей страны и республики. Мы отмечаем 80-летие победы в Великой Отечественной войне, сказал глава. Руководитель региона также предложил жителям внести свои предложения в программу празднования важных дат. Масштабное обновление сельских культурно-досуговых учреждений в России продолжается. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Культура», который реализуется в соответствии с президентским указом. Благодаря этой программе культурная жизнь села Маруха Зеленчук в Сковорене заиграла новыми красками, какими узнавала Фатима Даурова. История Дворца культуры села Маруха начиналась именно здесь, на этом месте. В развалинах, что вы сейчас видите за моей спиной, в начале 60-х находился культурный центр маленького села. Сюда приходили люди, смотрели концерты, устраивали вечера танцев. Со временем все переместилось в здание центрального магазина, где до сих пор все иютилось, пока не построили совершенно новое здание, соответствующее всем современным требованиям. Итак, у вас есть возможность сравнить, как это было до и после. Когда-то в этих развалинах кипела жизнь. Сюда люди приходили отдохнуть, отвлечься от повседневных дел. Для сельчан, чьи дни подчинены тяжелому быту, это были минуты приобщения к красивому, легкому, к миру культуры. Мы сюда ходили. И как там было? Нормально. Мы еще в школе учились, а тут и у нас концерты были, праздники на всякие. Мы в кино даже ходили, телевизоры же у нас не всегда были. Очаг культуры возродился в полной мере после того, как было построено новое здание сельского клуба. Его появление ждали долго. Это лишь на первый взгляд кажется, что нет никакой связи между свежевыкрашенными стенами, новыми креслами, сценой в зрительном зале и насыщенной жизнью сельчан. Ведь сейчас появилась возможность представлять отчетные концерты во всей красе, показывать кино, а детей ждут новые творческие зоны, кружки и объединения. В старом клубе занимались. Дети ходили, только не очень-то любили ходить туда, потому что старое здание, цемент там, а тут прям все новое. Спасибо большое всем, что построили. Уже сейчас в актовом зале, который теперь имеет эффектно оформленную сцену, можно проводить мероприятия разной направленности. Разницу между тем, что было и стало, очень ясно объясняет директор Дома культуры Тахтар Гачияев. Как и вот жонглер, который жонглирует там булавами, там кольцами, там невозможно было, потому что и потолок низкий, сцена маленькая, и, естественно, зрительный зал тоже маленький. Ровный пол, никакого склона там не было. Просто люди как могли так смотреть, дети вернее. А теперь, пожалуйста, хоть московский цирк вызывай или ансамбль. Стряхнули с себя пыль годов и задышали по-новому книги из библиотечного фонда, которые ютились в маленькой комнатушке, совсем не приспособленной для их хранения. Сейчас же шедевры классиков, научные и учебные материалы, энциклопедии уютно расположились на стеллажах. А книжным царством вот уже 17 лет заведует его хранитель Хаочик Кепкеева. Естественно, с советских времен эта библиотека была не оборудованная, не отапливалась. Но это вообще по сравнению с тем, это рай. Мы переехали в рай. Даже, мне кажется, книгам дышать легче тут стало. Мы не думали, что в нашем селе вот такой дом культуры будет стоять когда-нибудь. Не зря за сельскими клубами закрепилось определение отча культуры, а его пламя постоянно поддерживается вдохновением и теплом сердец творческих людей и профессионалов своего дела, которые здесь работают. Фатима Даурова, Ринат Мука, Вести, Карачаево, Черкесия. В этом году Отечественная служба криминалистики отмечает 70-летие своего создания. В региональном управлении Следственного комитета юбилей отметили вручением отличившимся в работе сотрудникам ведомства наград и благодарностей. На мероприятие побывал Артур Мухце. Хасан Асланов работает в системе следствия с 1997 года. Начинал с должности старшего следователя в прокуратуре Карачаевска. Позднее трудился в районных и городском отделах ведомства. Занимался расследованием особо важных дел. В 2011 году был приглашен в только что преобразованный Следственный комитет. Если образно сказать, старший брат следователя, или сейчас, как модно стало говорить, спецназ следствия, если вы слышали. Ну, спецназ означает не в масках и физическое там какое-то сопровождение, а именно сопровождение следствия в плане опыта, методических каких-то наработок, обучение тех же молодых следователей навыкам следственной работы. По сути, криминалист – это следователь, имеющий за плечами огромный опыт работы, человек, который знает в службе практически все нюансы и готов быть наставником для молодых сотрудников ведомства. Оказывает им в том числе методическую помощь. Зачастую именно следователь-криминалист оказывается на месте преступления одним из первых. Направление работы криминалистики, как службы, это раскрытие преступлений прошлых лет, одно из главных направлений, значит, криминалистическое сопровождение предварительного следствия, именно преступлений тяжких, особо тяжких, против личности, совершенно против личности. Вот. Ну и другие направления – это методическое оказание методической помощи следователям. На наиболее сложные преступления выезжает следователь-криминалист, где на месте оказывает практическую помощь следованию, в сборе доказательств, фиксации доказательств, а также оказывает методическую практическую помощь в дальнейшем при расследовании данных уголовного дела. В этом году Отечественная криминалистическая служба празднует 70-летие своего образования. В региональном управлении Следственного комитета юбилей отметили торжественным мероприятием. С момента создания криминалистических подразделений органов Следственного комитета Российской Федерации стремительно развивались. И за прошедшие годы доказали свою значимость в работе ведомства. Следователи-криминалисты эффективно выполняют поставленные перед ними задачи по указанию практической помощи следователям при сборе и фиксации доказательной базы, раскрытию преступлений прошлых лет и внедрению новых методик ведения следствия. Отличившиеся в работе сотрудники криминалистической службы были удостоены ведомственных наград и благодарственных писем. Артур Махцемиха Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия. За третий квартал этого года Карачаево-Черкесия экспортировала 736 тонн молочной продукции, сливочное масло, айран и кефир. Контролировала весь процесс отправки Северокавказское межрегиональное управление Ростельхознадзора. Они досмотрели 137 партий. Очередную отгрузку экспорта и на что обращают внимание специалисты в ходе досмотра, посмотрела и расскажет Альбина Ламкова. Высокие поставки молочки из республики – результат хорошего качества наших продуктов. Оно достигается благодаря использованию современных технологий, тщательному контролю на каждом этапе производства и профессионализму сотрудников компании. Еще наши производители выполняют обязательства в срок, что не может сказаться в крепости партнерских отношений. Стараемся и будем стараться дальше улучшать свою работу. Какая молочная продукция пользуется наибольшей популярностью у стран экспортеров? Вы знаете, у каждого региона есть свои предпочтения. И также присутствует сезонность. В летнее время кисломолочная продукция пользуется огромным спросом. В любой стране, можно так сказать, в России в том числе. Ну, если отранжировать продукцию, тогда кисломолочная продукция, сметана. Рассматриваемая отрасль достаточно активна. Изменения в ней происходят почти каждый день. Вводятся новые правила и требования. Им нужно строго придерживаться, сказал Радмир Джабабов. Это в первую очередь точность работы в холодильной камере. Для молочной продукции нужно строго поддерживать температурный режим, а также влажность и уровень освещения. Над каждой партией молочки есть определенные QR-коды. Это не знак честного знака. Это определенные штрихи. В них содержатся необходимые параметры. Фактически, автоматизация производства в компании позволяет минимизировать ошибки в документах, сократить время обработки заказов, от получения продукции до формирования юридически значимых документов. В таком случае недопонимания с клиентами нет. Все по заявке и на 100%. Представляете, приходилось в ручном режиме высматривать дату, высчитывать количество. А тут ты на экране все увидел, нашел, что нужно, выкатил, забрал. Процедура поставки экспорта налажена и с надзорными органами, так как предприниматели в этом направлении работают четко, без заминок. На каждую отгрузку готовят необходимые пакеты документов. Заявку подают в электронном виде. Затем специалисты Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора по Корчаево-Черкесии проводят досмотр отгружаемого товара. Уже в этом году за третий квартал было отправлено 736 тонн молочной продукции. Эксперты внимательно проводят работу, так как качество продукта – это визитная карточка нашего региона, которая помогает завоевывать доверие и признание на международных рынках, отмечают специалисты. Основными экспортерами у нас являются Абхазия, Азербайджан и Казахстан. Но самый большой объем продукции уходит у нас в республику Абхазия. За 2024 год было досмотрено 319 партий и 1622 тонны молочной продукции, которая была отправлена на экспорт. А юбка Блахова отметил, что объем экспорта молочной продукции из Корчаево-Черкесии в этом году вырос на 1,2% по сравнению с показателями 2023 года. На этом этапе что вы проверяете? Дату выработки, сроки годности, этикетка. Все в порядке? Конечно. Замечаний нет. В ходе досмотра груза и транспортного средства нарушения не выявили. На каждую партию был предоставлен полный пакет документов, подтверждающих качество и безопасность ветеринарного груза. Весь объем соответствовал требованиям технических регламентов Таможенного союза и ветеринарно-санитарным требованиям стран импортеров. И уже завтра жители соседей страны смогут насладиться вкусом наших молочных продуктов. Альбина Ламкова, Миха Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия, Дейхабльский район. Агрокомбинат «Южный» подвел итоги своей работы и отметил лучших сотрудников. Мероприятие посвятили Дню работника сельского хозяйства. За время существования крупнейшего в Европе агрокомбината «Южный» удалось достигнуть хороших результатов. Заслуги и руководство и работников отметили в своем выступлении представители правительства и парламента. Карачаево-Черкесия может гордиться теми достижениями, которые есть на сегодняшний день, отметили на мероприятии. В праздничный день лучших работников комбината наградили почетными наградами. Парамышленный сектор имеет большое значение не только в нашей республике, но и в целом стране, которая отвечает за подовольственную безопасность Российской Федерации. И глава Карачаева-Черкесии, связанная с сельским хозяйством, держит на особом контроле. Сегодня комбинат «Южный» является авангардом, лидером из предприятий, которые активно развиваются и идут вперед. Позвольте поздравить вас с праздником. Позвольте отметить, что комбинат с первых дней своего создания влиял на экономическую, да и общественную жизнь Карачаева-Черкесии очень значимую. Это всегда был один из флагманов нашей экономики. Всегда это было существенно, вносился существенный вклад в продукцию, которая производится в Карачаево-Черкесии. Предприятие известно далеко за пределами нашей республики. И все это, конечно же, заслуга тех людей, кто здесь работает. И в этот праздничный для отрасли день я тоже хочу поблагодарить вас за ваш труд. Спасибо вам за то, что вы делаете и за то, что благодаря вам в Карачаево-Черкесии существует замечательное агропредприятие, производит прекрасную продукцию, востребованную на рынке, которая пользуется спросом далеко за пределами Карачаева-Черкесии. В Махачкале прошел Всероссийский театральный фестиваль «Русская сцена». Русский театр драмы и комедии представил спектакль «Сон в летнюю ночь» и вызвал значительный интерес как у зрителей, так и у профессионалов. По приезду с гастролей директор Русского театра драмы и комедии Карачаева-Черкесии Хасан Биджиев поделился своими впечатлениями с вестями. Отбор был очень тщательный. Я могу сказать, что из всех русских театров Северо-Кавказских республик нас отсмотрели и пригласили. И пригласили еще и Ингушский театр, потому что они поставили доходное место Островского. Это классика русская, она была необходима. Вот и все. Очень содержательная была встреча с зрителями. Одним словом, себя не похвалишь, никто не похвалит, говорят. Но в данном случае получилось так, и нас похвалили. Актерам это большой, да, стимул. Это не просто поехать, показаться уехать. Во время обсуждения очень много раскрывается. Взгляд со стороны профессионалов высокого уровня. Когда они говорят, и даже замечания, они не такие обидные, как обычно бывает для актеров. Актеры немножко ранимы, они хотят, чтобы похвалили. Но они понимают, и вот это их как-то подстегивает. И они готовы работать. Я всякий раз хвалю свою труппу, потому что уникально. Потому что все, кто приезжает к нам, к режиссеру, они говорят, что они у нас отдыхают. Потому что творческий коллектив, он, еще раз говорю, он немножко такой необычный. Хочется, каждый хочет показать себя. Не потому что эгоистично, но так устроен. Такая конструкция у актеров, или там певцов и так далее. То есть люди искусства. Но никаких каких-то вот вообще принятых в театр, там, закулесные дела. Нет, у нас вообще этого нет. И слава богу. И многие приезжают, говорят, мы не понимаем, куда мы попали. Так что у всех есть одна задача. Понять еще выше, как можно больше и выше русский театр в нашей республике. Конечно, задача эта стоит перед всеми, прежде всего, национальными театрами. Потому что мы национальная республика. Гидов-экскурсоводов и инструкторов-проводников Карачева-Черкесии обучили основам первой доврачебной помощи. Они овладели приемами оказания неотложной медицинской помощи, безопасности и комфорт туристов. Наша первоочередная задача, сказал министр туризма и курортов республики Расул Тикеев. По итогам образовательного курса сертификации прошли 36 гидов-экскурсоводов и инструкторов-проводников. Открыть свое дело с центром «Мой бизнес» стало проще. Как помогают предпринимателям республики и какие услуги оказывают. Об этом вестям рассказала директор центра «Мой бизнес» Диана Хубиева. Слово Ольги Савенко. Продолжение следует...